Друзья, всем большой и веселый привет из Бабушкиного дворика парка Львов Тайган. Вот, друзья, Бабушкин дворик это замечательно интересное место и для детворы, и для взрослых, и даже для обитателей Бабушкиного дворика, потому что здесь селят только тех животных, которые сами любят контакт, которые сами любят поиграть, пообщаться с посетителями. А козочки, посмотрите, присмотрели себе карусельку и с удовольствием на ней тоже катаются, развлекаются. Развлечений в Бабушкином дворике полно, здесь каждый найдет чем себя занять. Поросята, для них каруселька не так интересна, для них более интересны вкусняшки, с которыми сюда обычно приходят посетители и с радостью и удовольствием делятся со всеми обитателями Бабушкиного дворика разными вкусняшками. Но здесь и козочки, и поросята не отличаются большой тактичностью, поэтому порой посетителям приходится в буквальном смысле отбиваться от этих ребят, потому что, увидев вкусняшки, эти ребята прут напролом. Там и барашки есть. Раньше здесь, кстати, были и валаби, но сейчас их отселили отсюда, потому что те не такие наглые, как остальные обитатели. И порой вот от этих наглецов валаби тоже имели некоторые неудобства, потому что они более такие сдержанные, более осторожные. А эти ребята, для них сдержанность и осторожность – это какие-то понятия далекие. Вот, друзья, все столпились здесь. Пришла Елена Желябова с угощениями. И все, поросята, козлики сразу сюда пошли. Как мы видим, пока еще не так много людей в бабушкином дворике, но летом, когда идет сезон, здесь всегда полно народу. Смех, слышится восторг, потому что для многих городских жителей такого вот контакта с животными очень не хватает. И люди в восторге, когда можно погладить козочку, поросеночка, угостить прям с рук. И это большие яркие эмоции. Кстати, бабушкины дворики, они во многих зоопарках есть. И действительно, это оправдано, потому что одно дело, когда ты просто ходишь, наблюдаешь за животными. И другое дело, когда вот заходишь сюда и контактируешь напрямую. Это все равно, что наблюдать за игрой, да. Тоже интересные яркие эмоции, ты там болеешь. И другое дело, когда ты сам участник игры, играешь. Там вообще эмоции гораздо ярче. Вот так и здесь ты ходишь, наблюдаешь за животными, втягиваешься в эту игру, общение, взаимодействие. А тут бах, и можешь сам стать участником игры, зайдя в бабушкин дворик, и все. Ты здесь уже полностью сливаешься с этой атмосферой и становишься частью ее. Вот какой рогатый товарищ. Да, здесь все-таки откормленные, крепкие, силы у них полно. Так что, друзья, в бабушкином двойке все равно нужно быть осмотрительным. Такой вот рогами под зад поддаст, и будет точно полное погружение в эту. Но даже если это происходит, люди только этому смеются. И такой экшен, что называется, лишь добавляет драйва. Поэтому, друзья, бабушкин дворик – это отдельная тема, отдельный такой уголок в большом, огромном парке Львов-Тайган. Есть он и в Ялтинском зоопарке «Сказка», кстати, есть и в Бахчисарайском парке «Миниатюр». В общем, эту инициативу многие переняли. Вот, друзья, козочки любят угощаться. И такое ощущение, что они только говорят «Давай-давай, давай еще и побольше». Ну, это сейчас. А на самом деле, действительно, когда уже сезон, много людей, много вкусняшек, то там даже эти ребята начинают ворочать носом. И не все, даже не все вкусняшки кушают, а больше так, для общения подходят, пообщаться, где-то пообниматься, где-то пободаться. Ну, в общем, бабушкин дворик – это отдельное такое приключение в парке Львов-Тайган. И, надо сказать, что не все посетители решаются зайти в бабушкин дворик, но только не детвора. Для детвора, вот, посмотрите, этот малыш подошел и чувствует себя очень и очень даже уверенно рядом с этими братьями нашими меньшими. Огромное спасибо за видео Елене Желябовой. Всем мира и добра. Пока-пока.